В Институте филологии и межкультурной коммуникации состоялась всемирная акция «Татарща диктант-2023». Подобные способы привлечь молодежь к изучению татарского языка не только в Татарстане, но и в мире реализуются уже не в первый раз. У студентов есть возможность сдать диктант в очной форме, находясь в аудитории, а также принять участие дистанционно с компьютера, установив татарскую раскладку на клавиатуре. Также будут работать площадки во всех субъектах Российской Федерации, в странах зарубежья и в районах Республики Татарстан. В прошлом году диктант написали участники из 31 страны и 74 регионов России. Всемирная образовательная акция «Татарщий диктант» в этом году проводится восьмой раз. Вообще, как эта инициатива произошла, скажем, по подобию тотального диктанта на русском языке, мы тоже как-то вот молодежь, там пять человек собрались и подумали, почему татарский язык, он как-то вот в день рождения Габдулы Тукая 26 апреля прям вспоминают, столько мероприятий, столько поэтических конкурсов, а день татарского языка может быть в принципе в любой день. Поэтому по заполненности осени мы подумали, что надо именно татарским диктантам начинать как раз и учебный образовательный год. Цель этой акции – повышение интереса к грамотному правописанию, владению литературным татарским, самопроверке орфографических и грамматических ошибок и популяризации филологов и преподавателей татарского языка. Для студентов это прекрасная возможность попробовать свои силы в написании татарских слов и выражений и узнать свой уровень грамотности, будучи носителем языка. В этом мероприятии я уже участвую не первый год, даже если честно, я не знаю, когда я впервые участвовала, потому что со школьных лет я уже активно пытаюсь участвовать тут, проверить свои знания и узнать свой уровень знания татарского языка. И не только. Это такое мероприятие, которое сплочает всех, кто интересуется татарским языком. И это такая возможность проверить свои знания. Результаты диктанта публикуются на сайте не позднее 30 дней после его проведения. Их можно узнать с помощью номера телефона, который будет указан в бланке, и фамилии, имени и отчества участника. Организаторы ежегодной акции – Всемирный форум татарской молодежи, Исполнительный комитет Всемирного конгресса татар, Министерство по делам молодежи Республики Татарстан, Казанский федеральный университет и Институт филологии и межкультурной коммуникации. В этом году было принято решение слегка изменить систему оценивания работ участников. Оценки 2 теперь не существует. Вместо нее проверочная комиссия пишет на бланке рекомендаций для студента, не отбивая у него тягу к изучению языка, не прививая страха перед плохой оценкой. Мы тоже в течение этих 8 лет идем экспериментальным путем, так скажем. Пару лет назад отказались от двоек. То есть мы, если много ошибок, просто человеку пишем рекомендацию. Умыш Ларсина, Матур Эдебедука, Рахмет Трешканса. В общем, такие комментарии, что молодец, нужно читать больше художественной литературы. Ты молодец, в общем. То есть, чтобы у людей не было психологического, то есть того фактора, чтобы не боялись языка. Резюмируя вышесказанность, становится ясно, что всемирная акция «Татарщий аддиктант-2023» это прекрасная возможность узнать что-то новое как для студентов, так и для преподавателей татарского языка в республике и за ее пределами. Елизавета Газизянова, Фаридзе Хитаглы, Универньюз.